Всем привет! Вы на канале Ростиксона. Сегодня мы поговорим про монету Эйв на бирже Гейтайо. Подробно разберем данную монету и как ее купить. Но перед началом хотел бы поделиться с вами телеграм-каналом Ростика. Там много всего интересного. Много разных конкурсов и розыгрышей. А также там много полезной информации, которую вы не найдете на ютуб канале. Ссылка будет в описании. Также в описании видео есть регистрационная ссылка на Гейтайо, при которой вы получите вечную 20% скидку на торговые комиссии. А если у вас большие торги, то тогда вы действительно будете экономить приличные суммы. Например, со 100 долларов, затраченных на комиссию, 20 долларов будет экономия. А с 1000 долларов, затраченных на комиссию, целых 200 долларов экономии. По мне это очень неплохой бонус. Итак, Гейтайо это криптовалютная биржа, работающая на рынке с осени 2017 года. Биржа предлагает клиентам солидный выбор альткоинов и ориентируется на трейдеров из англоязычных и азиатских стран. Гейт входит в топ криптовалютных бирж. Разберем саму монету. Эйф это децентрализованный финансовый протокол, который позволяет людям предоставлять и брать кредиты в криптовалюте. Кредиторы получают проценты путем депонирования цифровых активов в специально созданные пулы ликвидности. Затем заемщики могут использовать свою криптовалюту в качестве залога для получения быстрого кредита с использованием этой ликвидности. Эйф, что в переводе с финского означает призрак, на момент запуска в ноябре 2017 года изначально назывался Эфириум Лэнд. Но в сентябре 2018 года произошли ребрейдинг и смена названия на Эйф. Эйф предоставляет своим держателям льготные комиссии на платформе и также является токеном управления и дает своим владельцам право голоса для определения будущего развития протокола. Кто создал монету Эйф? Эйф и ее компания-предшественника Эфириум Лэнд основал Стани Кулешов. В то время он был разочарован отсутствием кредитных приложений на Эфириум и его проект был создан еще до того, как появилось децентрализованное финансирование. Кулешов серийный предприниматель, он окончил юридический университет и начал программировать, когда был еще подростком. Он был одним из первых, кто начал использовать блокчейн. Сео пояснил, что он решил переименовать Эфириум Лэнд в Эйф, чтобы компания могла предлагать более широкий спектр услуг, помимо кредитования Эзера. По словам Кулешова, основной целевой рынок Эйф это люди, которые уже вовлечены в криптовалютное сообщество. Что особенного в данной монете? У Эйф есть несколько уникальных преимуществ по сравнению с конкурентами на постоянно растущем рынке. Во время повального увеличения Дэфи летом 2020 года, Эйф был одним из крупнейших проектов с точки зрения общей заблокированной стоимости криптовалюты в его протоколе. Проект позволяет людям брать и давать кредиты. Примерно в 20 криптовалютах. А это означает, что у пользователей есть большой выбор. Одним из флагманских продуктов Эйф является быстрые кредиты, которые позиционируются как преимущественный вариант необеспеченного кредита в пространстве Дэфи. Но есть одна загвоздка. Они должны быть возвращены в рамках одной транзакции. Еще одно преимущество заключается в том, что те, кто берут кредит через Эйф, могут выбирать фиксированную или переменную процентную ставку. Хотя фиксированные ставки могут обеспечить некоторую уверенность в затратах в периоды волатильности на криптовалютных рынках. Переменные ставки могут пригодиться, если заимщик считает, что цены упадут в ближайшем будущем. Сколько монет Эйф находится в обращении? Обращение связано с общей заблокированной стоимостью на Эйф, поскольку токены сжигаются каждый раз, когда протокол взимает комиссию. Первичное размещение монет было проведено в ноябре 2017 года, в ходе которого было собрано 16,2 миллиона долларов США. За счет продажи 1 миллиарда токенов Эйф. На тот момент 23% токенов Эйф были выделены его основателям и проекту. Токены Эйф были созданы на базе стандарта ERC-20 и предназначены для дефляционного использования. В случае дефицита в протоколе дефистейкинговые токены будут использоваться в качестве залога, как крайняя мера. В июле 2020 года Эйф раскрыла планы по свопу токенов. Это означает, что 1,3 миллиарда токенов Эйф, находящихся в обращении, будут обменены на новую выпущенную криптовалюту Эйф в соотношении 1 к 100 с общим запасом в 16 миллионов Эйф. 3 миллиона из них будут держаться в резерве. Как обеспечивается безопасность сети Эйф? Протокол с открытым исходным кодом Эйф построен на эфириуме, блокчейне, который в настоящее время переходит от алгоритма Proof-of-Work к Proof-of-Stake. Теперь разберем, как купить данную монету на бирже Gate.io. Итак, регистрируемся по ссылке в описании, пополняем наш депозит, сделать это можно следующим образом, наводим на кошелек, далее депозит, выбираем нужную нам монету и готово. Такс, теперь переходим во вкладку трейдинг, далее спотовая торговля и в строке поиска вписываем название монеты, у нас это монета Эйф. В поиске монет так и пишем Эйф и начинаем делать свои сделки. Также мы можем посмотреть на график данной монеты и видим, что монета сейчас немного упала в цене, но все-таки продолжает потихоньку двигаться вверх. На данный момент цена монеты составляет более 5000 рублей, с уточным объемом торгов более 12 миллиардов рублей. На этом видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, там реально много всего интересного. Ну а если же вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь, а также не забывайте про комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok